Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам.ФМ.Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, очередной понедельник. Очередные события на финансовых рынках. Тема сегодняшней программы «Осень на российском фоновом рынке» обещает быть довольно нервной. Так вот мы ее романтично назвали. Но я предположу, что нервничать будет не только российский фоновый рынок, а все остальные тоже. Для этого есть масса причин, поводов. О них мы сегодня поговорим. Ну и, как всегда, обсудим текущую ситуацию. В гостях сегодня, я представляю своих гостей, в студии «Сухого Остатка» сегодня Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований и инвестиционно-финансового дома «Капитал». Добрый день, Константин. Добрый день. И в студии Анна Кокарева, аналитик компании «Альпари». Добрый день, Анна. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-99, 6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мыслями по поводу нервов, осени на финансовых площадках. Ну и, начиная эфир, давайте посмотрим, что происходит в моменте. Итак, пятничное закрытие американских рынков в отрицательной территории. Минус 0,3, S&P 500 и Dow Jones минус 0,2 и чуть больше 0,8 потерял NASDAQ. Сегодняшняя сессия в основном в позитиве. Значит, смотрим Азия. Nikkei 225, плюс проценты 0,3, скромнее. Shanghai Composite практически у нулей. Растет Европа, FTSE 100 прибавляет больше чем 1,5%. И наши индикаторы также в плюсе. РТС 0,5%, 0,4% индекс ММВБ. Рубль продолжает свое легкое ослабление. Смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Brent 112,64 корректируется. Нефть, LightSuite тоже чуть ниже пятничных уровней, 106,60. Золото также откорректировалось. 1390 в моменте стоит тройская унция. Евро-доллар в районе 1,32 все-таки нащупал поддержку. 1,32,18 сейчас стоит. Кстати, иена продолжает сегодня активно слабеть. Вновь, видимо, в восходящем тренде все инструменты с японской иены сегодня так выглядят. И набор голубых фишек разнонаправлен. Что у нас такого хорошего? Если можно так. Ростелеком падает больше чем на 2%. Пол процента теряет Роснефть. И чуть больше процента АвтоВАЗ. Ну, вряд ли это можно назвать хорошим. Ну, по крайней мере, таким достаточно значительным, да, это движение можно характеризовать. Урал-Калий, кстати, в минусе на пол процента. Остальные все в легком и не очень плюсе. Больше процента Аэрофлот. Две десятых всего лишь ВТБ. Газпром 5,5%. Сбербанк почти 2%, кстати, растет. И Русгидро на процент. Так, ну что, вот такова картина маслом. Там понятно, что сентябрь, 2 сентября. Сегодня, да, линейка в школе. Ты не был в школе сегодня? Нет, у меня еще дочке 4 года. А, у меня еще через 3 года предстоит пойти. Сегодня рано-рано я проснулся, рано-рано поутру. Да, окошко погода, слава богу, все-таки, да, в отличие от выходных. И громко-громко, значит, у нас там, естественно, во дворах школы-школы громко-громко. Линейка, что-то кричат, аплодируют. Забавно. Жизнь началась. Кстати, по рынку, Кость, можно сказать, что жизнь началась? Ну, она продолжается, понятно, что. Вот. Но, как бы мы все время говорили, да, у нас есть лето, лето, сезон отпусков, малая активность, низкая ликвидность. Сегодня ты ощущал, что? Да нет, конечно. Сегодня вообще день абсолютно непоказательный. Во-первых, сегодня МВБ перевело торги на Т плюс 2. Соответственно, большинство трейдеров столкнулось с ситуацией, когда надо перенастраивать таблички свои в Квике. Новые стаканы, да? Да, вот я, например, сегодня не видел ни стаканов, ни котировок, пока вот ничего еще не успел настроить. Вот. И, конечно, тут интересный сегодня, может быть, день. Вот. И, конечно же, сегодня выходной в Штатах. Labor Day, поэтому сегодня вообще абсолютно непоказательный день. Посмотрим, что будет на этой неделе. Ну, я думаю, чем ближе будет развиваться ситуация с Сирией, да, чем ближе к 18 сентября заседание ФРС. Для нашего рынка 8 сентября выбора мэра. Вот. Там будет очень интересно все. Ну, то есть, то, что мы сегодня, да, вот так громогласно объявили, что осень на российском, ну, и на любом другом может быть нервной, это действительно так. Потому что событий-то мама не горюча, что называется. Событий очень много. Аль, ну, давай вернемся более детально, локально. Событий на этой неделе тоже действительно, да, очень много. И заседания центральных банков, и, соответственно, пейроулсы любимые, долгожданные, да, и выход PMI практически по всей экономике. Вот как эту неделю можно актрисовать? Будет она нервной? Ну, на этой неделе действительно ожидается ряд таких ключевых событий. ЕЦБ объявит ключевые процентные ставки, и Резервный банк Австралии, по-моему, уже завтра объявит. И пейроулс, но лично я не ожидаю никаких экстренных таких сообщений, эксцессов, все будет в рамках ожиданий. А что ты называешь экстренными сообщениями? Ну, неожиданно, да, новые рабочие места, да, миллион, миллион. ЕЦБ повысит там ставку или, наоборот, понизит. И, несмотря на то, что разговоры ведутся о том, что ставка может быть понижена, и ведутся разговоры о том, что может быть повышена, то, на мой взгляд, нет никаких факторов, да, которые могут повлиять на повышение ставки, потому что значительных улучшений в экономике европейской нет. И нет никаких серьезных таких ухудшений, чтобы сделать ставку еще ниже, но и так уже нулевая. — А вот то, что немножко поуспокоило, да, и участников рынка, ну и мировое сообщество, история с Сирией, да, когда господин Обама вынужден недельку подождать, вот эта тема, она действительно до 8 сентября, Кость, как ты думаешь? — Не, ну тут она же временная затишье, понятно. В любой момент, на самом деле, эта ситуация может опять выйти на первый план, вот, и с моей точки зрения удар он неминуем, вот, и весь вопрос только том, насколько эта вся ситуация затянет других участников, насколько она будет продолжительной. — Вот если так, шик, там, 20-30 томогавков и все, ну, это одна ситуация, то есть тогда нефть вернется, в общем-то, ниже 110 долларов за бренд, ну, к примеру, да, и, соответственно, рынки сначала, конечно, положительно отреагируют на то, что не будет такой заварушки более масштабной. Если будет более продолжительный процесс с участием Ирана, Израиля, Турции, ну, тогда, конечно, потенциал этого фактора, он, в негативном ключе, он очень высок. Вот, поэтому, здесь, причем, 5-го, 6-го сентября G20 в Питере, ну, наверное, не будут, да, G20 наносить удар, хотя, не знаю, все может быть. Конгресс, по-моему, 9-го сентября у них соберется. — Сейчас, с каникулами. — Вот, но сегодня Обама там уже с комитетами Конгресса будет работать. — Готовить почту. — Ну, да, конечно, там обмен мнениями будет, вот, поэтому в любой момент, на самом деле. — А смотри, ведь, по, насколько я понимаю, да, по Конституции Соединенных Штатов Америки, он может вообще ни у кого, он главнокомандующий, он может дать приказ ему на Запад. — Ну, понятно, он просто не хотел брать, как бы, ответственность, да, мне кажется, что тут и вопрос, временной фактор тоже, может быть, был смысл что-то повременить, и Обама, наверное, как человек, все-таки имеющий премию мира, вот, ну, наверное, как-то хочет дополнительной поддержкой заучиться. — Чтобы, если что, да, в конце концов... — Чтобы не отняли премию мира. — Да-да-да, не дай бог, и чтобы не на него все шишки, а сказал, ребята, я же с вами советовался. Ань, ты как смотришь на проблему Ближнего Востока? Это будет какой-то временный, локальный или это может... — Вы знаете, вот, Олег, я сегодня нашла очень интересную новость от Ливанского телевизионного канала, который называется «Альмай-1», да, где было представлено интервью с руководителем Центра стратегических разработок в Дамаске. — И результаты исследований показали, что норвежская компания «Эйсик», которая пришла в Сирию в 2010 году, нашла, собственно говоря, нефть и газ в Сирии, и нефть порядка запаса 37 миллиардов тонн нефти, что достаточно существенно. — Ежедневная добыча в стране может превзойти кувейтскую добычу, и если это действительно так, то я предполагаю, что это может быть достаточно серьезный конфликт и борьба именно за нефть. — А это официальное уже сообщение, да? — Вы знаете, что интересно, после того, как вот это сообщение было найдено в Ютьюбе, через некоторое время ссылка была удалена. — Ну, в принципе, мне кажется, если обратиться напрямую к данному каналу, то, если они это подтвердят, но, честно говоря, я очень склонна к этой версии, что вполне может быть так. — Спасибо, Ань. Мы сейчас прервемся, у нас новости на Финам.ФМ, потом продолжим эфир. — По-моему, мы в эфире уже. Итак, друзья мои, продолжаем сухой остаток на Финам.ФМ. — Меня зовут Олег Дмитриев. Еще раз напоминаю, Константин Гуляев в студии, руководитель управления рыночных сленов и инвестиционного финансового дома «Капитал» и Анна Кокарева, аналитик компании «Альпари». — Осень на российском рынке, обсуждаем мы сегодня. События осени, действительно, их очень много, они значимы для финансовых площадок, поэтому и предполагается, что осень может быть достаточно нервной, ну или, как говоря языком трейдера, волатильной. Осень может быть волатильной. — Напомню, телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Присоединяйтесь к нашей беседе, звоните, пишите, задавайте вопросы. — Ну что ж, собственно, вот эту ситуацию с Сирией, да, и Аня поделилась такой секретной новостью, которую больше, собственно, видишь, удалили с Ютуба, и больше никто об этом не знает. — На самом деле она потом прошла еще в нескольких источниках, но очень интересная на самом деле, и я думаю, что имеет смысл покопать поглубже. — Кость, это изменит каким-то образом акцент на том, что сейчас происходит в Сирии? — Ну, просто я воспринимаю ситуацию с Сирией, это же как, наверное, американская сторона не очень, может быть, хочет сама долбать Сирию, вот, как бы вроде как сказала, вроде как надо отвечать за свои слова, поддерживать статус сверхдержавы. — Ну, Сирия — это же только преддверие общего входа в эту игру, потому что там же маячит Иран, поэтому я думаю, что если бы Сирия воспринималась как отдельное, скажем, такое звено, да, без остальной цепочки, наверное, и не такая важность была бы вообще всего этого вопроса. — А то, что основное такое противостояние, как, то есть Иран хочет быть гегемоном в мусульманской мире, с другой стороны Турция тоже им хочет стать, вот, и вот это вот еще там Саудовская Аравия, значит, в интересах США постоянно пытается пробить интересы. Израиль тоже вроде как, ну, тоже имеет свое веское слово, потому что, конечно, он, прежде всего, ему не Сирия интересна, а Иран, вот, поэтому вот это такая очень большая цепочка, и Сирия может быть лишь началом всего этого процесса. — Вот это будет, конечно, очень неприятно, потому что в любом случае, если ситуация будет развиваться именно как от Сирии и дальше, то это неопределенность для рынка. Самая ужасная для рынка, как мы знаем, да, самый основной фактор — это неопределенность. Если неопределенность есть на рынке, рынок обычно падает. — Я понял тебя. — Поэтому опасность здесь есть. — Хорошо. Давайте тогда мы чуть-чуть в сторону Сирии пока оставим. И о дальнейших событиях сентября месяца, прежде всего, значит, ключевых два, как вы уже сегодня об этом говорили, это следующее заседание Федрезерва и выборы в Германии, да, тоже. Не случайно, кстати, да, сейчас сторонится Германия, так сказать, от активной фазы участия, потому что все же надо, да, держать марку, что называется, перед избирателями. Вряд ли, да, для избирателя. — Меркель так волновалась, что перепутал аж немецкий флаг с бельгийским. — Да, да, да. Ну, ее можно понять, конечно. Нелегко. Вот они, нервы-то, нервы. — Итак, заседание Федрезерва, 18-19, да, насколько я помню, сентября, и, собственно, опять вокруг сворачивания программы коллективного мягчения. Кстати, Аня, поскольку ты первый раз, да, у тебя сегодня праздник, ты первый раз в студии с холостатком, мы с тобой эту тему еще не обсуждали, как минимум. — Да, не обсуждали. — Твое видение вот этой всей истории с сокращениями, с изменениями монетарной политики Федрезерва, что ты думаешь? — Ну, на мой взгляд, сокращение, да, программы постепенное, оно неизбежно уже на данный момент, но здесь стоит вопрос о том, когда оно начнется. То есть вот из прошлых, да, протоколов, которые были опубликованы, мы видели то, что всего только один человек проголосовал за то, чтобы свернуть программу. — Ну, он так был агрессивен просто, он говорит, надо срочно это делать, раз и навсегда. — Ну, и тем не менее, все равно большинство за то, чтобы ее оставить. И я думаю, что на будущем заседании ничего такого не произойдет, программа будет продолжаться, но уже ряд членов ФРБ, не голосующих, к сожалению, штатов, да, высказываются за то, что тоже пора сворачивать таких членов три, и со следующего года они будут иметь голос в Федрезерве. И я думаю уже, что с начала 2014 года стоит беспокоиться на тему сворачивания программы КОИ-3. — Смотри, по поводу беспокоиться, конечно, это вещь важная достаточно. Если все же порассуждать о том, что будет сворачиваться, не будет сворачиваться, и как на это рынки будут реагировать, вот что бы ты могла сказать? — Ну, рынки будут реагировать негативно, и, на мой взгляд, это единственный фактор, который пока останавливает Федрезерв, чтобы свернуть программу. И это может обернуться такими глобальными шортами по S&P, но это необходимо американскому рынку, чтобы начать вот тот самый здоровый рост, потому что финансовая система, она уже перекормлена этими деньгами, и показала эту отчетность, и мы видим, что происходит с промышленностью в Соединенных Штатах, так что она находится в упадке, то же самое, отчетность ужасная, вот Basic Materials на последнем месте по отчетам. Потолок госдолга растет, и, кстати, вот в Сирии это хороший повод для того, чтобы его увеличить, так как мы знаем, что есть корреляция между ростом госдолга и военными расходами у США, и все-таки это будет, и еще зависит от того, кто придет вместо Бернанки, да, мы знаем, есть два кандидата, если придет вот та самая женщина, то это говорит о том, что к скончанию Куэ-3 не будет никогда, потому что она ярая сторонница Куэ-3, но все-таки есть большая вероятность, что она не придет, не возглавит Федрезерв, и, собственно говоря, что увеличивает возможность сокращения программы. Я понял. Кость, ты ждешь, кстати, что госпожа Елен возглавит Федеральную режимную систему? Сейчас такой тренд есть все же, да? Ну, может, и возглавит, но просто я думаю, что если она и станет главой ФРС, то ее взгляды станут в одночасье гораздо более умеренными, чем сейчас. Потому что, естественно, никто экстремалов во главу ФРС ставить не будет. Если ей предложат этот пост, ей объяснят, что, в общем, надо быть более осторожной, сдержанной. Как вот, в принципе, Бен Бернанк. Он явный голубь, в принципе, если так брать, там, хокиш и давишь, то, конечно, он давишь, но он умеренный, он умеет так дозированно подпитывать рынок обещаниями, делать это, вот, конечно же, он голубь. Он, конечно, замяг коммунитарную политику, но он не экстремал, потому что председатель ФРС не может быть экстремалом, иначе он просто перестанет быть председателем. А что касается вообще ситуации с сокращением программы выкупа, ну, я тут, мое мнение, более агрессивно, в том плане, что я считаю, что в сентябре сокращение произойдет с вероятностью где-то процентов 90, если не больше, вот, но... То есть в сентябре объявят о том, что... Да, есть вопрос о том, что будет ли это, как ожидал рынок, и как заявлял Бернанке, на 20 миллиардов, вот, сокращение постепенное, либо это может быть, там, 10, например, объявят 10, и рынок это воспринят очень позитивно, вот, или, там, ну, 15, вот, то есть это уже будет некий элемент позитива. А что касается до 18 сентября, конечно, это будет такая красная тряпка для спекулянтов, то есть спекулянтам очень нужно найти какой-то повод, чтобы раскачивать лодку фондового рынка, чтобы на этом зарабатывать. Вот, поднялись выше 1700, теперь качнулись ниже, можем еще ниже пойти, а потом вдруг раз, 10 миллиардов вместо 20, значит, надо резко взлететь, ну, это очень выгодно спекулянтам, но, по сути, вот этот вот тейперинг, то есть сокращение вот этого QE, ну, это вообще с фундаментальной точки зрения особо ни на чего не влияет же вообще, ну, что там, ну, сократят на 10, ну, хоть на 20. В середине полугодия следующего, если экономика не будет ухудшаться, а, в принципе, сейчас более-менее данные выходят, вот, то, ну, даже ВОП очень неплохой вышел, даже невзирая на фискальный этот обрыв, вот, и секвестра, то, ну, прекратят они это QE к середине полугодия, ну, ничего страшного, рынки, конечно, могут поволноваться, но я думаю, что потом они уже этот фактор даже учитывать не будут. Самое главное, что в ФРС и пытаются сделать, разделить два понятия, что сокращение QE и даже его прекращение к первому полугодию следующего года не будет означать переход от политики супермягкой, монетарной политики, то есть политики нулевых ставок, политики повышения ставок. То есть QE может завершиться, а может потом, если будет все плохо, опять заново возобновиться. Но повышение ставки — это вопрос очень еще долгой перспективы. Это 15-й как минимум год, а может быть и 16-й год. Вот они могут подкрутить там триггеры, вот у них есть два триггера, это инфляция 2,5 и 6,5 безработица. Это только при достижении вот этих показателей они начнут думать о повышении ставки. То есть это как только вот триггеры для этого момента. Они могут 6,5 сделать на 5,5, еще отдалить перспективы. Видимо, сейчас инфляционные ожидания низкие. И поэтому вот основной момент для рынков — это когда рынок начнет реально понимать, что все, завершается эпоха нулевых ставок. То есть новая вот эта new normal после кризисной, она переходит в другое уже состояние, такая new normal. Вот что самое главное для рынка с моей точки зрения. А то, что QE сократится, ну это рынок сейчас поволнуется, потом забудет. Это как фактор. Это просто будет как некий такой еще повод когда-то там поиграть на этом спекулянтам. Но фундаментально ни на что это не повлияет. Ну а если опять к S&P 500, который ты упомянул, возвратится. Какая-то еще коррекция в индексе читается? Ну я думаю, что да, что в принципе в течение этого года мы еще и просадку увидим. Потому что ну есть поводы к этому. И на нашем рынке есть поводы к этому внутренне и политически. И за рубежом есть, и та же Сирия, и тот же QE, которые будут еще обмусоливать спекулянты. Есть варианты такие пойти по S&P, если конкретно брать, там пунктов на 100. Еще пониже. Пониже, да. Ну и по нашему рынку тоже. Но опять же, как бы пока причин для какого-то кризиса, коллапса нет. Но для того, чтобы спекулянты сыграли вниз, есть. Ну то есть, другими словами говоря, вот то, что мы не перестаем обсуждать, да, эту историю с сокращением, возможным, невозможным, это все-таки, да, такая, я бы сказал, спекулятивная идея. А идея средне-долгосрочная, фундаментальная, она никак с этой политикой и количеством смягчений по большому счету и не связана. То есть, есть восстановление экономики, вот как это восстановление будет двигаться, да, американской экономики, мировой экономики, китайской, европейской. Кстати, вот об этом тоже, наверное, мы с вами поговорим чуть позже уже. Вот на это надо смотреть, да, политики, собственно, количества смягчений. Да, оно бы вообще могло бы и наступить, но только встали ПМА хорошие выходить, и там видно, что экономика Германии немножко ожила, вот, получше стали себя чувствовать, вот. Понятно, что там все еще пока сложно, но чуть-чуть все-таки рецессию они технически преодолели, вот, во втором квартале, поэтому, наверное, ЕЦБ действительно ничего не будет менять. Да, и есть ожидания все-таки, да, к концу года-то, может быть, даже и получше все это будет выглядеть. Хорошо, еще раз прервемся, новости послушаем на Финам.ФМ, потом продолжим эфир. Ну что ж, вот в очередной раз, да, я так не очень уверенно вхожу после рекламной паузы, надо привыкнуть просто к этому. Итак, мы продолжаем эфир, уважаемые слушатели, сухой остаток. На Финам.ФМ в студии сегодня Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований и инвестиционного финансового дома «Капитал» и Анна Кокарева, аналитик компании «Альпарии». Мы обсуждаем осень, наступившую, неожиданно наступившую осень, ну, ожидаемо наступившую. Кстати, все-таки я удивляюсь, да, вот осень вроде бы календарная, и сегодня замечательная погода, солнышко, а конец лета вот был омрачен этими проливными дождями, опять все залило. Неприятно все это, да, Кость? Ну, у нас все лето, как выходные, была плохая погода. Как наработаете, так и, пожалуйте, мучаетесь. Хорошо, итак, мы говорим сейчас о российском рынке. Я еще раз напомню, телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Ну, что ж, осень на российском рынке, ну, я так понимаю, что она не будет в отрыве, да, от всех других рынков. Мы видели, значит, ситуацию, по крайней мере, в конце прошлой недели, когда нефть марки Brent уже 117 достигала, да, это каким-то образом оказывало, видимо, влияние и на российский рынок. Вот, сейчас немножко выдохнули, ситуация изменилась, и мы подрастаем, но, Костя, еще раз к тебе вопрос, да, ты не видишь в этом зарождение никаких среднедолгосрочных тенденций, это просто такой сиюминутный отскок. В чем, в российском рынке? В российском рынке, да. Ну, я бы даже это отскоком не назвал. Ну, в общем-то, сейчас опустились до таких важных рубежей, 1300 ПРТС, 1360 по ММВБ плюс-минус, вот. Пойдем ниже, ну, на 100 пунктов просядем. 1250 же у нас основа, основ для ММВБ, 1200-1250, уже, по-моему, с 2011 года или даже раньше этот уровень выступает очень мощной поддержкой. Так что при негативе пойдем опять туда тестировать его, уже, по-моему, в пятый раз за последние годы. Но, с другой стороны, этот уровень действительно достаточно серьезная поддержка, вот тогда-то, может быть, и появится желание и у наших, и у наших иностранных коллег активно покупать что-нибудь. Ну, да, но мы же видим пока что отток, отток средств идет с российского рынка, вот, и, в общем-то, другие по камеру же маркетинга тоже не блещут. Вот, и посмотрим, что будет дальше. Ань, как ты смотришь на российский рынок, насколько он интересен сейчас для инвестора, для отечественного, для зарубежного, ну, и что должно произойти, чтобы этот интерес появился? Ну, я поддерживаю Константина, и я не вижу пока никакого позитива на российском рынке, для этого нет ни внешних, никаких факторов, ни внутренних фундаментальных. Высокая цена на нефть, это не позитив, это не факт. А вот, вы знаете, несмотря на то, что есть определенная корреляция, да, между российскими индексами и ценой на нефть, вот, мы в последние дни уже не раз наблюдали ситуацию, когда нефть росла. И рынок падал, да. Дело в том, что негатив вот этот вот сирийский, он оказался сильнее, чем растущие цены на нефть. В самой России нет фундаментальных факторов для роста, да, экономика стагнирует, мы видим, что Минэкономразвитие постоянно пересматривает прогнозы по росту экономики в сторону ухудшения. Девалювация рубля, да, сейчас некоторые замедления, но я предполагаю, что это не предел, собственно говоря. И отчетность, отчетность слабая, мы видим за второй квартал очень мало компаний, которые отчитались хорошо. Вот, поэтому я думаю, что нужно подождать, подождать заседание Федрезерва, посмотреть, как мы действительно протестируем уровень 1200-1250, и там уже что-то думать. Кстати, я вспомнил, насчет подождать, Аня заговорил, подождать, подождать, 8 сентября, ты сказал, тоже будет, да, такое время че? Конечно. А что, там есть интрига какая-то? Конечно. Интрига только будет ли... Народные гуляния после этого? Меньше 10, меньше 10, если нарисуют. А вот это будет заварушка на рынке. Если от 10 до 20, я думаю, так себе. Ну, больше 20, наверное, вряд ли, но если будет, это позитив. Вот так вот. То есть самое главное, что вот меня волнует, как влияние на рынок, да, если будет... Ну, подожди, изначально... Там выше 70, а тут меньше 10, вот это будет очень... Изначально ты допускаешь, что выборы московского мэра могут на рынок какое-то влияние оказать, да? Результаты, точнее, эти выборы. Результаты, конечно. Серьезно. Если перекосы вот будет там в плюс, это тут минус, то, конечно, влияние будет. Но это еще, это как бы первый, опять же, этап. Второй этап, что будет с тем, кто получит меньшее количество процентов. Меньше, чем он ожидает. Да, нет, что будет, у него, как бы, в принципе, решение суда-то есть. А, в этом смысле. Да, куда он отправится. Политические факторы для российского рынка, Аня, как, на твой взгляд, имеют? Вот в подобном масштабе. Понятно, что выборы в Госдуму какое-то время назад, выборы президента, да, в лице глобального инвестора, это событие, конечно, стратегические, да? Кто придет к власти в России, да? Насколько можно доверять будет нашим российским партнерам, насколько интересен будет вот этот инновационный климат, так называемый. А здесь все-таки локальные вещи достаточно. Вы знаете, немножко у меня мнение отличается от мнения Константина. Это даже хорошо. Вы знаете, минимальный процент того, что это отразится на российском рынке, потому что российский фондовый рынок не ограничивается одной Москвой. Вот, это раз. А потом, ну, что вы хотите сказать? Что вот все те, кто торгуют на бирже, да, крупные инвесторы, спекулянты, они придерживаются все единого какого-то мнения. И вот они расстроятся из-за того, что некоторые не станут мэром Москвы и отправятся в тюрьму, но нет. Ну, кто-то расстроится, я думаю. Ну, кто-то расстроится, но вряд ли. Это как-то связано с тем, что вот люди вымещают свое расстройство на индекс РТС. Активно продавая российский рынок. Тогда речь идет о личных финансах, я думаю, что... Такие вещи не особенно. Костя, оппонируй. Ну, я тут что думаю, что... Я же говорю, что тут, в принципе, понятно, что результаты известны. Все понимают, что там господин Собянин у нас выиграет, да. Ну, это, скажем, мое личное... Я тоже так думаю. Да, ну, я думаю, что это, как бы, очень многие будут разделять. Вот, а, значит, у нас Навальный, конечно, получит меньше, гораздо. Вот, никакого второго тура не будет. Но если будет перекос, опять же, и если Навальный отправится в тюрьму все-таки, это будет сигналом просто еще раз для иностранных, прежде всего, инвесторов, что, ну, пока ничего не меняется в России. В России, да, да, да. Все, пока ничего не меняется. Мы слишком хорошо о ней думаем. Да, махнуть рукой на ПИ-6. Попозже. Пока китайские акции купим с ПИ-11. Или там в Бразилии с ПИ-16. Вот такое движение, махнуть рукой и подождать, оно как раз и придет к тому, что притока фонды, инвестирующие в Россию, не будет еще какое-то время. По крайней мере, это повлияет среди прочих факторов. Вот, конечно, если... Вообще, удел российского рынка после 2011 года. Вот я уже говорил, вот, и в рамках этой передачи, что у нас с 2011 года пошло очень серьезное отставание российского рынка от западных. Напомни только, почему именно с 2011 года? После рокировки сентябрьской, вообще, в августе, когда понизили рейтинг СНП, российский рынок упал сильнее всех, не восстановился, потому что он в сентябре еще получил удар от внутренней политической ситуации. Потом пошли парламентские, президентские выборы. Мы еще сильнее отставали в Али, потому что западный рынок уже пошел восстанавливаться. Мы не восстанавливались из-за политического фактора. Потом стагнация в комодитис. За исключением цен на нефть, которые простояли на одном месте, примерно 110 долларов, там, 100-100... 100-100, выше 100. Да, ведь индекс CRB, куда входит и софт, комодитс, и промметалл, и драгметалл, они этот индекс стагнировал. Вот. И российский рынок, в общем-то, как и многие развивающиеся страны, но он выглядел еще хуже, чем развивающиеся страны. То есть развивающиеся страны выглядели гораздо хуже развитых, а Россия гораздо хуже, чем развивающиеся страны. Из-за политики, из-за комодитис. Удел российского рынка с периода 2011 года ни разу за это время не показали устойчивого роста. Мы единственное, что могли продемонстрировать, вот с прошлого, там был у нас период, такие спекулятивного выноса наверх, даже были, конечно, хорошие месяцы, когда мы показывали рост, который как бы казался устойчивым. На самом деле устойчивого тренда не было. Мы двигаемся все время в таком боковом канале, который сейчас амплитуда такая к нижней границе скатилась. Поэтому для изменения нужно изменение более фундаментального характера. Западный инвестор видит, что при ценах в 110 долларов на нефть российская экономика не растет. Ничего в институциональном плане, никаких позитивных сдвигов не наступает. Политический режим остается таким же. И он не идет, самое главное, на какие-то улучшения. Он идет, пожалуй, только на, вот, загоняет, опять же, все это в какой-то футляр дальше. Вот. И, конечно, коммодитис особо пока нет сигналов к росту, поэтому и российский рынок торгуется с дисконтом. Вот и все. Нужны более фундаментальные изменения. Это не значит, что вот Навальный должен там победить в первом туре и будут фундаментальные изменения. Нет, конечно. Это просто еще один из галочек, показателей того, что меняется что-то или не меняется. Вот и все. Я понял тебя. Я понял. Возрази, что, Даня, в принципе, убедительно, да, Константин? Да, Константин сказал. Единственное, что, мне кажется, во многом проблемы российского рынка еще связаны с моделью экономики, которая существует в России. Вот, на мой взгляд, пока мы работаем исключительно на внешний рынок и не принимаем в расчет абсолютно какой-то внутренний спрос, то сдвигов тоже будет мало. Я бы, например, наоборот, сделала акцент на внутренний спрос, да, так как это было вот в Советском Союзе, да, когда были закрытые границы. Вот. И, может быть, опять-таки повторить подобную модель, потому что, вот, когда будет определенный союз со странами, да, с такими, как Украина, вот, Беларусь, Казахстан, и когда будет ориентация на внутренний спрос, мне кажется, это для нашей экономики будет гораздо полезнее, чем вот эти вот мировые войны. Я понял. Я понял, да. То есть, Аня так, да, в сторону занавеса некого опять посматривает, да, позитивного, я бы сказал. Кстати, заговорил это и о ближайших наших соседей, ну и, собственно, как говорится, да, анонс прозвучал сам по себе. И наша интеграция в некий таможенный союз, да, наша близость с нашими братьями белорусскими и украинскими не всегда все-таки, да, как-то на руку, что ли, да, этому партнерству. Вот последние события вокруг Уралкалии, если можно прокомментируй, пожалуйста. Там ситуация нагнетается, да? Ситуация нагнетается с каждым днем, с каждым днем новые какие-то интересные факты появляются, и все больше склоняется к политическим таким версиям. И я склоняюсь, что это больше политический вопрос, однако, на мой взгляд, это не вражда вот России и Белоруссии. Ну, не дай бог. Вот, это вражда конкретных олигархов, да, вот с Белоруссией. А, так как, да, определенная группа людей в Уралкалии, мы знаем, это Керимов, Волошин и Баунгертнер, да, которые создали схему, да, по продаже калийных удобрений, и, как сейчас становится известно, они первые перестали продавать. Аня, прости, пожалуйста, мы сейчас еще прервемся, потом обязательно продолжим эту тему. Сейчас новости на Финам.ФМ, а потом мы вернемся в студию. Ну, что ж, друзья, продолжаем эфир. Теперь сухой остаток на Финам.ФМ. Напомню еще раз, да, сегодня в первый день, ну, рабочий первый день осени, мы обсуждаем некие стратегические, что были, да, события, что будет в ближайшие месяцы, в ближайшую неделю, в ближайшие дни, как все это может, какие события, да, планируется, как все это может повлиять на ситуацию на финансовых рынках, ну, и в том числе на российском рынке акций. Напомню, сегодня в студии Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований и ФД «Капитал», и Анна Кокарева, аналитик компании «Альпари». Вернемся мы к теме, горячо обсуждаемой во всех средствах массовой информации, но сам Бог велел и нам тоже об этом более детально поговорить. Итак, ситуация вокруг «Уралкали». И в итоге выясняется, что «Уралкали» сам первый стал продавать удобрения не через единого трейдера, да, и продавал это по другой цене, и весь профит оставлял себе, вот, собственно говоря, на чем «Беларуськали» терял. Позже они вышли вовсе из соглашения, да, наладив какие-то определенные схемы, да, которые пока до конца неизвестны, но по разговорам идет речь о том, что Керимов не раз собирался купить «Беларуськали», вот, но были противостояния в Беларуси, он не мог договориться ни с Лукашенко, и Лукашенко сам заявил о том, что он предлагал ему взятку, и предлагал взятки различным чиновникам, вот, которые от них отказались. Вот, собственно говоря, вот здесь идет борьба за национальные ресурсы. Белорусские. Белорусские, да, на которые вот покушаются российские олигархи. Вот как все оказывается, Кость? Ну, значит, так и есть. Не, ну, я думаю, что тут понятно, что в этом деле святых-то точно нет. Это точно. То есть я думаю, что каждая сторона ответственна за... Кстати, вот эту, извини, картинку, да, которую сейчас Аня говорил, ну, в каких-то, из чьих-то уст я слышал с точностью до наоборот, да, что как раз первые на сторону-то посмотрели представители Белорусской Али как раз, да, что они вот нечестно вышли до этого соглашения. Ну, так я понимаю, здесь сложно очень, да? Да это сложно, понятие. Найти правду-то, конечно, как обычно. Это же, как бы, идет такая война информационная, пропаганда с одной стороны, с другой стороны, вот. Просто мне кажется, что тут вот личностный такой момент. Видно, что, ну, Лукашенко действительно очень... Такая ситуация очень разозлила, что российский олигарх поступает с ним как с Петрушкой, в общем-то. Ну, что, решили выйти туда, там, не договорились, давай, вот, там, типа, давай, батька, знаешь, это... Я без тебя. Где гуляй. Да-да-да. Вот. Я думаю, что, как же так? Я же глава Белоруссии, Белоруссия, вот. Ну, вот это, мне кажется, такой личностный момент, он был налицо. То есть даже это и не политика в таком широком смысле слова, да? Ну, тут и политика, я думаю, тут эмоций куча. Ну, да. Вот, просто мне кажется, что сейчас по законам жанра, значит, Лукашенко должен довести ситуацию до предела, вот, абсолютного предела. То есть там Керимов, арест... Ну, учитывая, что Керимова в розыске уже объявили. Ну, да, в розыске, фискация имущества, еще какие-то действия. То есть такая должна быть элемент истерики. Вот, как всегда, элемент истерики. И потом, хоп, и решение. Все говорят, ну, ребята, все, все, дальше-то куда, давайте успокоимся. Должны как-то договориться, что-то решить, как-то на какой-то, может быть, компромисс пойти, вот. Бам Гертнера, надеюсь, что отпустят, потому что он, в принципе, получился такой некий заложник этой ситуации. Вот. Поэтому, ну, мне так кажется. То есть пока еще мы идем по пути нарастания истерики. Вот. Истерия вокруг этого процесса, она будет нарастать, соответственно, это будет влиять на негативную акцию «Уралкалия». Но для акции «Уралкалия», если, конечно, действительно, вот, как они сказали, не перерастет эту ситуацию некого, может быть, отъема бизнеса, более, более серьезную, чем мы, как бы, сейчас обсуждаем. Ну, то есть они сравнивают с делом Юкоса. Да, если это будет, как бы, компания, которая начала здесь посредством Лукашенко хотят убрать Керимова, да, и вот его увезти от этой компании, устранить этот бизнес, то есть у него отобрать этот бизнес, тогда это, совсем, конечно, другая ситуация. Тогда акции «Уралкалия» действительно очень опасны. Если это не так, если это не так, а вот лишь вот такая ситуация торговая, истеричная, эмоциональная и политическая, то, скорее всего, это все-таки будет иметь достаточно краткосрочный эффект на акции «Уралкалия». Более, конечно, фундаментальный долгосрочный эффект — это то, как изменится рынок. Какие цены будут при новом контракте заключены с китайцами, там, с Бразилии, с Индией, если эти цены будут там 300 или ниже, как говорил Баумгертнер, или это он, наоборот, пугал, так, как бы, подкалывал Беларусь калией. Все будет, станет известно. В общем, ближайший сезон станет понятно. То есть вот именно изменение вот этой силы, насколько «Уралкалий» сможет нарастить свою долю на рынке, как он может наладить дистрибуцию калия, как он хочет выйти, значит, напрямую на рынке. Вот что будет основа для оценки бизнеса «Уралкалия». Вот это будет серьезно влиять на акции. Пока что вот эта текущая ситуация, она влияет эмоционально и краткосрочно. Но, опять же, предопущение, что это не такая уж большая игра, которая началась из России. Вот в таком случае это, конечно, очень опасно. Ну и об этом мы узнаем только, да, в финале. Да, но если это так, если это так, это будет еще один очень серьезный удар по всему российскому рынку. Совершенно верно. Это будет а-ля действий Сечина с ТНК, БП и так далее. Все, что там происходило и другими политическими моментами. Вот. Ну, это очень будет негативный момент. Опять мы говорим о том, да, чем инвестора-то заинтересовать иностранного. Ну, естественно, такие вещи, да, они работают только во вред. Ну, я надеюсь, что это не так. Ну, а с технической точки зрения, смотри, вот в районе 150 сейчас торгуются бумаги и, в принципе, да, на этих эмоциях, как всегда, рынок на эмоциях краткосрочно, да, делает какие-то движения, на этих эмоциях он может сходить и чуть ниже, там, в районе 120, да, о чем ты говорил. Ну, да, вот я говорил, что диапазон 100-150, это диапазон, который, если ничего серьезного в этой ситуации нет, если не допускать, там, каких-то провалов на рынке уралкалия, то это хороший диапазон для входа в бумагу. Я понял. Хорошо. Хорошо, Аня, и еще продолжим разговор о российском рынке, ну, абстрагируясь, да, вот от таких каких-то, так сказать, эмоциональных, что ли, да, примеров. В принципе, может быть, как конкретные бумаги, на твой взгляд, или с отраслевой точки зрения, что может быть сейчас интересно, ну, опять учитывая, что, наверное, все эти интересы недолгосрочны, да, что ли. Ну, на самом деле, на российском рынке сейчас не так много хороших инвестидей, и, собственно говоря, я могу выделить пока четыре бумаги, на которые стоит обратить внимание. Первая бумага — это акции компании «Новотек». У бумаги есть хороший потенциал, она достаточно неплохо отчиталась, и из отчетности мы видим, как нарастут продажи компании. Вот это достаточно очень хорошо. У нее есть потенциал порядка 25%. И, в целом, по сравнению с рынком и со своими конкурентами, она выглядит очень хорошо. Вторая бумага, которую я рекомендовала бы, — это АФК-система. Сегодня, кстати, они растут, да, достаточно устойчиво? Ну, АФК-система обладает очень хорошими активами, и, в частности, наиболее удачная — это МТС, который кормит ее дивидендами, что тоже повлияло на ее отчетность. Кстати, сами бумаги МТС — это же очень хорошие, в связи с тем, что и в лучшую сторону меняется дивидендная политика компании, расширяется абонентская база. Вот АФК-система, МТС. И по отношению к рынку, опять-таки, если мы посмотрим на АФК-систему, мы видим, что она крепко держится. Она с начала года почти не бросела, а наоборот показала рост. Ну, и еще одну бумагу, которую я бы выделила, — это Дикси. Значит, к концу года ритейлер собирается открыть ряд новых магазинов. Также отчетность показала, что растет средний чек у компании, за счет этого складывается прибыль. И, опять-таки, даже с технической точки зрения бумаги выглядят достаточно хорошо, и они, на мой взгляд, обладают своим большим потенциалом, порядка где-то 60-70% от текущей цены. Вот такие мои рекомендации. Я понял. Про Дикси ты заговорила, магнит ты уже не включаешь, да, в этот список? Вы знаете, магнит очень сильно перерос, бумага неплохая, но сейчас намечается коррекция достаточно такая серьезная, и пока непонятно, сколько она продлится. Я бы вот на месте инвесторов подождала, и вот на завершении этой коррекции... Ну, что логично, да. А яхта брать уже не каждый рискнет. Костя, у тебя какие-то есть идейки по поводу? Ну, тут с набором, конечно, не поспоришь. Действительно, хорошие бумаги. Вот я бы еще выделил в одну дочку АФК-системы, это Башнефть, особенно привилегированные акции, потому что после отчетности на конференц-коле финансовый директор компании говорил, что выплаты на дивиденды будут сопоставимы с прошлыми суммированными байбэком плюс дивы, что, значит, за вычетом того, что уже было выплачено за 2012 год в этом году, то дивиденды могут составить 150 рублей на акцию. Вот это солидно. Я думаю, что с этим были связаны и покупки этой акции людей, которые, наверное, догадывались об этой ситуации, скажем так, не совсем из публичных источников, потому что, в общем, с тысячи рублей, помните, была информация по поводу того, что Роснефть может купить, была просадка чуть ли ниже 900, и потом устойчивый рост на 1250 фактически. А потом как раз выходит отчетность, и вот такое заявление, что 150 рублей, ну, там, если так предположить, около 150 рублей должно получиться. Вот я бы отметил эти бумаги. Здесь действительно это интересно, тем более, если действительно компания в будущем будет отдана, ну, продана Ахудайнатову, который, как бы, в кавычках, независимую нефтегазовую компанию, от Роснефти, значит, основал тоже собиратель камней, вот, такой своеобразный, вот, то прощальные дивиденды могут быть, вот. Если уж на то пошло, то, в принципе, это повышает вероятность выплаты. Вот, металлургия, опять же, металлургия, пока цикл еще не преодолен, цикл, значит, депрессивный рынок сохраняется, пока восстановление только было, фактически, на российском рынке, оно было сезонно за счет строительства, но, тем не менее, в будущем, я думаю, что металлургия могут достаточно серьезно выстрелить. Тут троица такая же, северсталя, но МК и ММК. А про саму Роснефть? Ну, Роснефть хорошо себя чувствует, потому что господин Сечин увеличивает на заемные средства, аж на 2 миллиарда рублей. Своё присутствие. Да, своё присутствие. Ну, сегодня вот корректируется она, потому что она активно росла, да, в прошлую неделю, сегодня немножко корректируется. Хорошо, ладно. Спасибо огромное, друзья мои. Я напомню, сегодня в студии сухого остатка были Константин Гуляев, руководитель управления рыночных институтов и институционно-финансового дома «Капитал», и Анна Кокарева, аналитик компании «Аль Париж». Что же, началась новая эпоха, новый этап, собственно, в нашей жизни. Осень, как говорят, таких случаев приносит много новостей. Поэтому успехов на рынке, всего хорошего, до свидания.